Полно вам, люди, себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня у нас в гостях подвижник здорового образа жизни Геннадий Икко. Правильно? Здравствуйте, это я. Я знаю, что вы в университете Ульяновске обучаетесь на физкультурном отделении. Будете специалистом? Да, конечно, безусловно, буду специалистом. Осталось совсем немного отучиться, да, больше половины. А специализация какая у вас? Физкультура. Физкультура, в смысле физкультуры, массаж там или еще? Нет, физкультура, адаптация, в процессе будем изучать массаж, конечно же, да, чем я сейчас тоже практикую, занимаюсь. Получается? Да, да, конечно, безусловно. Хорошо. Вот, я вижу у нас тут кружечки вы какие-то принесли. Да, кружечки очень интересно, я хотел показать, подарить. То есть, обращаем внимание, написано целебная кулинария. ЗОЖ плюс массаж для вас. Это для вашей передачи эксклюзив. Спасибо большое, спасибо большое. Вот уже наша кулинария пользуется успехом. Пошли уже кружечки. Очень хорошо. И, кстати, я вижу, вы принесли к нам крапиву. Да, крапива. То есть, наш исконно продукт крапива, как мы знаем. Хорошо пахает. Замечательно. Сам собирал, сам сушил. Поэтому мы сегодня с вами попьем чай. Хорошо. Значит, мы заваливаем чаек, да? Да. Сколько надо пропорций, допустим, столовая ложка на литр воды? Можно столовую, можно воспользоваться чайной по старинке. Один к одному и плюс одну сверху, да? Ага. Из количества. То есть, три можно смело бросать, но много будет четыре. Это много, да? Вот три давайте бросим. Две с горкой как раз. Окей, окей. И заливаем кипяточком. У нас получится травяной настой. Так, заливаем. Кстати, я вижу, вы принесли куркуму. Я знаю, что вы какой-то поклонник этого удивительной специи. И, наверное, все это началось, насколько я понимаю, из Индии. Были ли вы в Индии? Да, да, да. Действительно, абсолютно правы. Вот, довелось побывать в Индии. Там познакомиться с этим замечательным продуктом. Куркумой спицей. То есть, как говорят индусы, они кушают три раза в день куркуму. Цвет замечательный. Да, плюс это антиоксидант мы знаем. Раз. То есть, борьба с онкозаболеваниями – это два. Вот, нейтральный вкус у куркумы, что дает возможность использовать ее даже в каше на завтра. Хорошо, действительно, куркума – это из семейства имбиревых, такая горячая специя. Плюс, вы видите, оранжевый вкус, вернее, цвет. Это очень хорошо. И что мы будем с ними готовить? Мы будем готовить сегодня удивительные тосты. То есть, для этого нам надо куркума, она у нас есть. Затем нам надо сыр. Берем адыгейский сыр. То есть, твердые сорта сыра не подходят принципиально. То есть, берем, нарезаем этот сырок. Давайте. Как? Что мы делаем? И что у нас в конце концов получится? В конце у нас получатся очень вкусные тосты, которые можно употреблять как перед чаем, к примеру. Можно использовать их за место пирожных, за место тортов. То есть, натуральные продукты плюс и полезные. И незачем нам кушать сахар, рафинал. Ну, сами понимаете. Хорошо. Ну, давайте. Кстати, куркума, как Геннадий сказал, это прекрасный антибиотик. Природный антибиотик. Поэтому, если вы заболели, не спешите куда-либо бежать в аптеку. Воспользуйтесь куркумой. Сделайте своеобразный такой чайок из нее, и будет прекрасно работать противный круг. Кстати, как специя она улучшает пищеварение. И самое важное, нормализует работу нашей кишечной микрофлоры. А вы пока готовите. Закладываем, да. Берем куркума, есть сырок мы порезали. Воду мы поставили заблаговременно. Кипяточек. Теперь туда закладываем чайную ложечку куркумы. Давайте. Закладываем. Кстати, когда мы закладываем чайную ложечку любой специи, тем самым мы в воду делаем горячее. Это значит, что она уже приобретает свойства, улучшает пищеварение, усиливает иммунные свойства и, кстати, влияет на мозговую деятельность. Делает наш ум острее. Это очень хорошая подсказка, да, ибо скоро надо ехать на сессии учиться, поэтому куркума спасет сессию. Хорошо. Так, что мы дальше делаем? У нас... Значит, что она должна закипеть? Да, да, да. Вот так, сейчас она быстренько закипит. После этого, как она закипит, что мы туда кладем? Мы закладываем уже приготовленный, нарезанный правильными кусочками сыр. Вот так, где у нас было блюдо, вот оно вот. Вот, есть блюдо, да. И таким образом мы с вами готовим полезный зал, как для того, чтобы у нас и пищеварение хорошо работало, и функциональная деятельность была, и будем говорить, еще микрофлора восстановлюсь. Кстати, вы говорили, что она еще помогает от разного рода, или как профилактика, от разного рода онкологических заболеваний, что немаловажно. Поэтому этот завтрак будет сытным, приятным и полезным. С точки зрения. Да, еще и самое главное, что он вкусный будет. И вкусный. Ага. Попробуйте и скажите, что так. Хорошо, 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 готовим. Я знаю, что еще, знаете, вот эта пряность куркума, она незаметнима для тех людей, кто хочет восстановиться после тяжелого заболевания, хронического заболевания. Откуда брать силы? Сила, это, можно сказать, огненный процесс, который имеется в специи, в куркуме. И вот этот процесс как раз и будет добавляться в наш организм и ввести процессы оздоровления, укрепления и исцеления. Так, процесс у нас пошел. Пошел. Закипает вода. Закипает. А мы можем сделать, чтобы она закипала побыстрее. Теперь можно смело уже закладывать туда будет сырок. Давайте, закладываем сыр, вот так вот. А, закладываем для того, чтобы сыр у нас приобрел. Кстати, очень интересно, раз мы уже рассказываем с позиции аюрведы, с позиции восточных технологий, сыр сам по себе это, как бы сказать, субстанция слизообразующая, тяжелая. И, естественно, ну, будет перевариваться не так легко, как хотелось бы. Так вот, для того, чтобы пищеварение у нас было легким, мы используем вот этот вот раствор куркумы, который облегчит нам пищеварение и усвоение белков. Кстати, белки тут у нас полноценные. Я правильно понимаю? Абсолютно. Вот. То есть, пока мы выкладываем тосты наши. Давайте. А сколько мы должны подержать, чтобы у нас вот эта аналитика кипит? Буквально 2-3 минуты нам достаточно хватает. Хорошо. То есть, вот уже все кипит у нас. Все кипит. И можно выкладывать. Буквально, да, еще минуточку и начинаем выкладывать же на тарелочку. Берите на тарелочку, аккуратненько выкладывайте. Так, Геннадий Иванович, сейчас попрошу пока вот мед, наверное, открыть, да? Хорошо. И мы еще будем мед... Ой, какая она желтенькая становится, надо же! Мед открыла. А мед откуда вы взяли? Я думаю, он тоже такой непростой. Да, мед тоже очень-очень вкусный и полезный. Это из поездки из Абхазии. Вот, есть замечательный специалист, который меня дал гостил этим медом. Хорошо. Ладно, попробуем, убедимся. Я вижу, что здесь у нас все такого желтого-оранжевого цвета. Сам по себе цвет имеет огромное влияние на наше здоровье. Можно немножечко и о цвете рассказать. Кстати, вот этот же цвет, который у нас тут имеется, и сама куркума, она согревает кровь и улучшает кровообразование, что немаловажно. Также является хорошим средством для улучшения пищеварения, о чем я уже сказал. И можно еще сказать, что если вы переели, говорит, ну, там, по-моему, пищу, особенно жирную, она будет способствоваться тому, что ее быстренько переевают. И что-то еще я нагреваю насчет сладкой пищи, что они так будут тянуть к сладкой пище, к сладкой ежик. Да, это абсолютно правильно сказано. Потому что в сладкой ежике, к сожалению, родители, детишка маленький говорит, кушайте конфетки детишке, да, в дальнейшем мы знаем, что у детишек проблемы с зубами, это как минимум, да. Вот, в нашем случае, то есть уже вот таким образом выглядит. Красиво. Сыр немножко сейчас, он остынет, то есть температура должна упасть ниже 40 градусов. И мы знаем, что мед нельзя использовать, если температура больше 40. То есть у нас свои целебные свойства киркет. Хорошо. Ну, давайте парочку кусочков сделаем с медом. Мы сделаем два сладеньких или три. Лучше два. Два. Потому что, все-таки, когда сладенько добавляем в белку, ну, будет, оно, конечно, вкусно будет, но вот с позиции сочетания пищи белкового и сладкого тут не совсем все будет благоприятно. Это уже, если сильный такой желудочно-кишечный тракт, то я беру куркуму, вернее, наш этот бутербродик без мёда. Так, а я беру без мёда. Да, с мёда. Ну, давайте пробуем. Пробуем. Пока я еще немножечко скажу, вы пробуйте, что с позиции аюрведы, аюрведы, раз куркума это продукт огненной природы, то что она делает? Она способствует тому, что токсины, которые имеются в нашем организме, начинают горать. За счет этого она очищает тело от токсинов, причем токсины, которые возникают от слизи, образующей пищи. Она икрафт сжигает. Меньше будете болеть насморком. Вот. Значит, она согревает еще кровь. Вот у многих еще мёрзг. Кстати, мёрзг, не мёрзг? Вот. А, почему еще Евнатий любит куркуму? Вот я беру руку, а ручка немножечко прохладненькая. И когда мы с вами едим куркуму, тем самым увеличивая теплотворные способности организма, у нас мы вытесняем холод из организма. И кровь становится намного горячее. Это уже большой плюс. И, кстати, в институте можешь сказать, спортсмены, которые занимались, чтобы у них не было различных трав, они могут использовать куркуму для того, чтобы связки становились более эластичными. Поэтому я раза два, как ты говоришь, чаек, вот такой вот бутербродик. Кстати, я попробовал. Я бы еще заметил, что к этим бутербродам способствует чему. То есть человек пытается прочувствовать вкус, да? В процессе употребления жуешь медленно. То есть 42 те законные движения жевательные человек делает, да? И, соответственно, есть возможность прочувствовать вкус, как он есть, да, без всяких вот приукрас. И зарядка, зарядка для мышц. То есть зубы работают, челюсти работают. Что немаловажно, потому что рафинированной пищи сейчас очень полно, к сожалению. Так, и как вкус теперь оценить? А то я вам много рассказываю и хвалю сам себя. Хороший вкус, который насыщает. И действительно хлебушек надо брать такой, знаете, ну, там, или второго сорта, или зерновой, чтобы с отрубляем, чтобы все это у нас было. Такой особенно будет, как раз для этого, для куркумы такой вот подходить. Очень хороший бутербродик, полный чувства. Будет упитывать. Вот, и, кстати, еще, знаете, что делает куркума? Самое удивительное. Она же воздействует не только, ну, на физическое тело, не только, там, на эмоции, но она еще воздействует на энергетику. И, кстати, считается по восточной философии, что куркума очищает энергетические каналы, помогает работать чакрам. За счет этого человек становится более чувствительным к окружающему пространству, у него пробуждается экстрасенсорная еще способность. Вот. Что она делает? Кстати, очень хорошо людям, которые занимаются умственным трудом, вот, а также, ну, чья жизнь в основном связана с искусством, ее кушать. Это будут навевать какие-то у них такие мысли творческие, за то, чтобы все это там у них, ну, создавались какие-то там картины, шедевры и прочее-прочее. Это тоже немаловажно, потому что некоторые люди не понимают, откуда взять вдохновение, а оказывается, откуда мы их можем брать. Да, мы можем брать из тех же специй. Кстати, спицы вообще, вот, это удивительная вещь, которая, ну, как бы сказать, изобретена природой и насыщена огромным количеством различных энергий, которые, кстати, возбуждают еще творческие энергии. То есть творческий потенциал напрямую связан с употреблением пищи. То есть человек ест то, что он ест. Правильно. И, кстати, астрологи считают, что куркума дает процветание. Почему? Потому что в ней сосредотачивается энергия, энергия матери земли. То есть первозданная энергия, как говорили индусы, кундалини. Энергия кундалини. Эта энергия строила наше организм, потом ее поддерживает. И отличный запах. Кстати, вот этот запах прекрасно уже за счет самого запаха очищает пространство от разного рода микробов. Ена, а расскажи о своем первом опыте использования куркумы. Вот ты ее до этого не ел, а потом поел, и что с тобой произошло? Что ты почувствовал? Какие перемены в сознании, в организме? Почему ты ее стал еще применять? Куркума, безусловно, что-то привнесла в сознание новое. Я пытался понять, что это такое. Читал литературу и узнал больше о куркуме. То есть мы уже проговорили, насколько это действительно целебный, полезный продукт, как специя. И я ее стал использовать уже в каше. Если я раньше варил кашу, к примеру, на завтрак овсяную с изюмом, без куркумы. Даже иногда сахар плавал. То есть потом я стал использовать без сахара, но с куркумой. Цвет способствует пищеварению. Вкус, аромат, то есть запах, все есть в продукте. Потом я стал эксперименты дальше продолжать, как напиток его использовать. Как чай. Как чай, конечно же, безусловно. И в холодную, сырую погоду, такой ненасти, что-то немножко, наверное, каждого подламывали. Вот эта сырость. То есть выпьешь стакан чая из куркумы и чувствуешь, что значительно лучше. То есть энергия побежала, как вы правильно заметили. То есть энергия становится больше, каналы начинают крутиться. И вот я сейчас отмечу важную особенность, которую как раз Геннадий подчеркнул. Это то, что сырую погоду, дело в том, что сырая погода, будем говорить, она пронзает наш организм. И за счет этого наши процессы в организме начинают идти более вягло. Во всех отношениях. Как только мы используем специю, она добавляет огонька. Вот эта вся эта влага, которая там лишняя есть, подсушивается. Листь подсушивается. Да. И сразу же работает все лучше. Поэтому особенно в сырое время года, в сырое прохладное время года, очень хорошо это используется. И вот я попробовал. И должен сказать, действительно, вкус очень интересный, приятный, так сказать, упитывающий. И я предпочитаю, конечно, сочетание вот хлебушка зернового с сырком и с куркумой. Вот. А что касается вот с метком, я думаю, это больше, конечно, подойдет для детей. Они там любят сладенькое. И в то же время у них будет и сладенькое, и полезненькое. Поэтому используйте наши рецепты, которые мы вам сказали. И, Надей, спасибо большое за чаек, за куркуму, за бутерброд. Субтитры сделал DimaTorzok Наповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была «Целебная кулинария». До новых встреч! Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет-газету «Малаха-про». Ее главная цель – помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самоздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое-многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет-газете «Малаха-про» об этом рассказываю я простым и понятным языком. Доброго вам здоровьица! Субтитры создавал DimaTorzok